Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. К сожалению, конфликты случаются в каждой семье, но вот может ли поводом для конфликта стать праздник – это вопрос. И сегодня на этот вопрос мы будем отвечать с православным психологом Марией Порошенковой. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, телезрители! Я, конечно, хочу сразу сказать, что вы, Мария, кроме того, что ведете консультирование в разных местах, еще и служите или работаете в храме психологом. А, соответственно, наверное, именно к вам приходят семьи, у которых может случиться разлад из-за праздников. Но какого рода это разлад? Понятное дело, что вот у нас скоро 8 марта, и этот праздник такой очень спорный в православной среде. И православная семья тоже может по этому поводу спорить. Но, наверное, это единственный такой праздник или нет? На самом деле тема праздника очень непростая и многоградная. Потому что в основе своей праздник заложен на объединение людей, на повод общения именно позитивного, повод дарения подарков, повод каких-то подготовок к этим праздникам и потом красивых застолий. Но в современном мире при огромном количестве разных мнений у взрослого поколения, у пожилых людей, у молодежи современной, конечно, отношение к праздникам неоднозначное. Потому что праздники у нас есть светские праздники, есть праздники религиозные, есть православные праздники. И огромное сейчас количество появилось праздников просто так. День улыбки, день веселого смеха и многих таких вот совершенно чудесных. День кота, который тоже многие считают за серьезные праздники. Но чаще всего, Мария, все-таки происходит противостояние, оно может происходить в семье из-за таких праздников, как Рождество и Новый год. 8 марта и день жен мироносец. То есть вроде бы женский день, но давайте отмечать православные, не будем отмечать светские, говорят одни. А другие говорят, да что, собственно говоря, плохого в том, что мы отмечаем еще один прекрасный день, начало весны, поздравляем женщин. Вот тут, собственно говоря, и случаются вот эти вот разлады семейные в том числе. Особенно если семья глубоковерующая и почему-то выбрала уже для себя определенное мнение, которое не совпадает с мнением, которое бытует вокруг. А получается, что ребенок, если он посещает или школу, или детский сад, он непременно готовит маме открытку, он непременно готовит для нее поздравления. И вот для такого ребенка может быть даже очень неприятная ситуация, когда ему мама говорит, а мы этот праздник не празднуем, и откладывает открытку в сторону. Ну, наверное, я преувеличиваю, но если вдруг и бывают такие ситуации, надо понять, как, собственно говоря, семье реагировать вообще вот на эту сложившуюся традицию отмечать и светские, и религиозные праздники. И светские иногда неподходящие нам как будто бы по мировоззрению. Ну, для начала, конечно, надо в любом празднике разобраться в истории этого праздника, откуда берутся истоки, и что, собственно, мы празднуем. И когда речь идет о празднике Нового года и праздника Новолития, да, и мы понимаем, что когда-то вообще. А он праздновался 1 сентября, и у меня есть такая добрая традиция своих близких друзей всегда 1 сентября, особенно педагогов, поздравлять с наступившим Новым годом. Потому что все мы выходцы из школы, и у всех для нас 1 сентября немножко екает сердечко, и хочется праздника. Поэтому, имея исторические корни, надо отдать дань истории своей страны, и, конечно, по возможности эти даты либо деликатно, либо широко, но в семье праздновать. Потому что мы все равно часть этого социума, и вот этот малыш, который готовил открытку, он, конечно, потом пойдет в большую светлую жизнь. И ему тоже надо иметь понимание, почему такое отношение к празднику. Точно так же и праздник Жон Мироносец и 8 марта. Давайте рассмотрим эту традицию и ту, и другую, и для себя выберем позицию. И самое главное – обозначим ребенку. О чем праздник 8 марта? И его можно перевести, например, в праздник весны, в то, что весна пришла. И в этот день мы чудесно запускаем весну в дом. И это может быть не праздник женщин, а праздник цветов, праздник весеннего настроения, праздник улыбок. И тогда мы можем заготовить массу цветов и раздарить их всем окружающим людям, и своим близким, и также украсить дом. И тогда тон у этого праздника смягчится для тех людей, для тех семей, которым принципиально важно к этому празднику относиться. Немного иная история с праздником 23 февраля. Ведь тут заложена совершенно чудесная идея о воинах, о их долге, об их чести, о том, что они сделали. И этот праздник уже, в отличие от 8 марта, идет как дар. И не очень мне нравится, когда маленьких мальчиков поздравляют с 23 февраля, потому что надо понимать, что ты должен заслужить статус, быть поздравленным в такой, ну, значительный, скажем так, день. Чем больше праздников в семье, тем лучше. Чем больше поводов сказать дорогим и близким «я тебя люблю», чем больше поводов, утром открыв глаза всей семье, сказать «я тебя поздравляю». И самому иметь возможность быть одаренным в этот день бумажными цветами, какими-то милыми мелочами, даже чашкой традиционного чая, приняв ее как дар. Ведь подарок в руках принимающего, конечно. Ну, хотелось бы еще поговорить о других поводах для разлада. Не только сам праздник может стать поводом для того, чтобы возникла конфликтная ситуация в семье, но и как раз вот подарки, о которых мы уже с вами немного поговорили, но хотелось бы как-то более подробно поговорить. Дело в том, что некоторые люди совершенно не умеют дарить подарки, а другие не умеют их принимать. А третьи, наоборот, слишком внимательно относятся к подаркам и, например, обижаются, если им подарили не то, что они хотели. И вообще, тема подарков оказывается достаточно сложной почти в каждой семье. Например, если человек недоволен подарком, он может или выразить это, или скрыть эту мысль. И вот непонятно, а как на самом деле себя правильно вести в семье? Нужно ли разговаривать честно со своими домочадцами на тему «угодили они или нет» с подарком? Или, как говорится, «дареному коню зубы не смотрят», радоваться, благодарить и помнить, что дорого внимания. Вы правильно сейчас, Марина, сказали. Дорого внимания. А внимание, оно не измеряется какими-то килограммами, суммами, габаритами. Внимание измеряется совершенно другим. Тем внутренним чувством, которые вызывают у тебя внимание к себе. И тогда, конечно, это невозможно померить никакой линеечкой. Тема подарков очень неоднозначная и очень действительно спорная, учитывая разный социальный статус семьи, учитывая разные вероисповедания в семье и вообще отношения к религии, учитывая разный возраст и разные поколения и традиции этих поколений. И сейчас у нас, на мой взгляд, должна сложиться определенная культура дарения и культура принятия подарков. Потому что мы сейчас находимся на стыке тех поколений советских времен, которым было важно. На именование подарка, его статус, потом его наличие где-то в интерьере и, безусловно, дальнейшее использование. И самое главное, чтобы на этот подарок пришел эквивалентный тебе ответ. И, по сути, это обмен вещами, нежели именно дарение в основе понятия этого. И я считаю, что тут в семье важно выходить на диалог. Очень хорошо, когда к тебе подойдут и спросят, а что ты действительно хочешь? И ты задумаешься, а действительно, а что-то, может быть, мне и вообще ничего не надо? А может быть, я буду рада небольшому букету цветов? А может быть, мне нужна вещь, о которой я давно мечтала? И люди готовы потратиться на нее и подарить? А, быть может, люди подойдут и скажут, я тебя очень люблю, но у меня нет финансовых возможностей тебе ничего подарить. И тогда действительно вот то внимание, та чашка чая или та ручная работа-открытка, они окажутся самыми дорогими подарками. И принимать себе в дом, конечно, комфортнее то, что тебя будет радовать, нежели потом мучиться и не знать, куда дальше по конвейеру эту историю дарить. Неоднозначная история с подарками, безусловно. Ну вот что касается наших детей и современности, то, наверное, тут можно отметить, они задарены подарками. Подарков очень много, угодить сложно. Все время приходится выдумывать, что же еще такое подарить ребенку, чтобы его порадовать. И, собственно, не хочется, чтобы это был новый телефон или иной гаджет, а хочется, чтобы этот подарок был полезный. А может быть, это неправильно и нужно просто дарить то, что ребенок хочет сам. Вот посоветуйте, пожалуйста, что вы обычно советуете тем, кто к вам приходит. Я советую подарить внимание. Если вы готовы подарить полезный подарок, и дальше, если возраст ребенка мал, с ним взаимодействовать по работе с этим подарком, да, это или какая-то обучающая игра, или какая-то поделка, которую нужно будет сделать, и вы готовы это время подарить ребенку, то, в общем-то, это замечательно. И вы знаете, что это дело, оно в сфере интересов детей. Если вы не готовы уделить это внимание, тогда действительно подарите ребенку то, что ему принесет радость. Быть может, это будет не настолько полезно, но состояние радости у ребенка останется. А есть третий вариант. Поговорить с ребенком открыто и не бояться даже с маленькими детьми говорить о том, что у тебя есть машина красная, машина синяя, машина зеленая и даже сиреневая машина. А у мальчика какого-то, быть может, никакой машинки нет. И мы сейчас тебе вот эту вот еще одну желтую подарим машину, и у него не будет возможности эту машинку себе получить. А давай мы сделаем так, что в этом году мы оставим подарок в магазине для того мальчика, которому это будет очень нужно. И тогда, во-первых, мы решим вопрос этического воспитания ребенка, воспитания в нем очень тонких душевных качеств. А с другой стороны, мы сможем с ним дальше продлить этот диалог. Ну, хотелось бы вот еще на что заострить внимание. Дело в том, что разлад в семье из-за праздников может быть еще по одной причине. Уставшая мама, которая просто не хочет никакого праздника. По той простой причине, что обычно все хлопоты ложатся на ее плечи. Как быть в этой ситуации? Что вы советуете? В этой ситуации надо маму полюбить, обнять, поцеловать и вместе участвовать в приготовлении праздника. И понимать, что день 8 марта, перед которым мама хлопотно бегала по магазину, потом накрывала стол, потом упала в кресло, посидела за столом, и дальше начала все мыть, убирать, паковать, не является для нее никакой радостью. А как раз соучастие в приготовлении праздника, оно увеличивает и остроту ощущений, и пользу от этого праздника увеличивает, и дает возможность семье, которая и так очень мало между собой общается, все заняты школами, детскими садами, бытом каким-то, еще раз заняться совместным делом, и увидеть результат этого дела, вот этот красивый накрытый стол, если это важно в семье, или красиво украшенный дом к празднику какому-то. И, конечно, вот эта сопричастность к празднику, она увеличивается в разы. А маме нужно деликатно свою семью привлекать к этому, не хвататься за все, не говорить «отойдите, а то вы сейчас криво все поставите», а наоборот дать возможность семье проявить вот это творчество и в украшении, и в уборке, и в приготовлении стола, и увидеть свою семью с другой стороны, и получить вот такой подарок на тот день, к которому они готовятся. Мария, ну получается, что праздник может стать таким вот способом еще раз провести время вместе, еще раз поискать какие-то точки соприкосновения друг с другом, еще раз пообщаться с собственными детьми. Ну вот, что меня интересует. Дело в том, что многие не так любят праздники, как мы сейчас утверждаем, по той простой причине, что не умеют их отмечать. Ну, например, застолья надоели, сплошные застолья, опять соберемся, опять объедимся, а ничего другого придумать не могут. Можно ли вот какие-то альтернативные формы празднования предлагать в собственной семье для того, чтобы, ну, это не превратилось в однообразные посиделки, а стало чем-то действительно увлекательным, интересным то, что запоминается? Или это нарушит традиционность, которая, может быть, из поколения в поколение передавалась, там, старшее поколение обидится? Ну как же нас в этот раз не позвали праздновать, а куда-нибудь уехали кататься на лыжах? Как вы к этому относитесь? Что лучше, мир в семье и, соответственно, объединенные поколения в традиции или все-таки желание сделать этот день приятным для каждого? В ситуации, когда молодая семья, вновь созданная или недавно созданная, которая хочет провести время друг с другом, хотят уделить друг другу внимание, понятно их желание оторваться от традиционного русского широкого стола и уехать в горы на веселые какие-то снежные забавы или к жаркому солнышку улететь. Но тут надо отдать дань тому поколению, которое тебя вырастило, отдать дань тем, кто о тебе заботился, и придумать какой-то интересный формат взаимодействия с ними и придумать предпразднование этого праздника. Зачастую это бывает на Новый год и на Рождество. Пожалуйста, предпраздник. Вы традиционно всей семьей 28 декабря собираетесь, накрываете стол. И у всех есть возможность одарить друг друга или запаковать подарки с чудесными записочками, и каждый в час икс их откроет. И тогда уже с чистой совестью можно ехать отдыхать. Потому что, конечно, не надо обижать своих родных и близких, которые с особым трепетом к этому относятся. К возможности всех собрать за столом, к возможности друг с другом еще раз провести время. И другой необыкновенный вариант – это создать некий символ, некий такой ярлычок, который бы помогал вам в день этого праздника возобновлять те чувства, которые были. Например, моя одна душевная совершенно подруга и коллега венчалась в Санкт-Петербурге весной ранней, в тот период, когда активно в Санкт-Петербурге идет корюшка. И они сразу после венчания поехали отмечать это венчание корюшкой. И теперь каждую весну запах корюшки, который разносится по всем улицам Петербурга, вновь помогает им укреплять их отношения и волей-неволей вспоминать, что да, корюшка – это такой великий праздник был в их семье, который вот так чудесно может помогать семье еще раз укрепляться. Мария, ну вот мы сейчас коснулись вопроса, которую я сама хотела только что задать. Традиции. Где их брать? Можно ли их брать из своей семьи? Можно ли их брать… Ну, мы обычно их берем из своей семьи. Но можно ли их брать еще откуда-нибудь? Ну, например, можем ли мы позаимствовать традиции у других народов, в других странах, или же в других семьях, или, может быть, придумать какие-то свои традиции для того, чтобы вот как раз они были такими моментами единения, которые запоминаются на всю оставшуюся жизнь, особенно детям, когда они вырастают. Традиции – это чудесный способ сделать в семье понимание жизненного цикла семьи и понимание цикла годовых праздников. И вот эти небольшие традиции могут быть совершенно символические, а могут быть большие и серьезные традиции. Они помогают нам понимать, что по-прежнему, несмотря на все невзгоды, которые происходят во внешнем мире вокруг семьи, мы вместе, и у нас все хорошо. А нашим деткам помогают чувствовать время, прогнозировать это время и понимать, что да, сейчас этот праздник, но обязательно потом наступит следующий праздник. Очень часто они переживают за свои дни рождения. И вроде бы день рождения прошел, им кажется, что следующий день рождения не наступит никогда или должен быть сразу завтра. И тогда понимание ребенка, что до твоего дня рождения должны случиться вот такие, вот такие, вот такие события, оно дает, конечно, некую такую временную линию и помогает ребенку сопричаствовать другим праздникам, а не только думать о себе и эгоистично расти, скажем так. А традиции их огромное количество. И любая традиция, она всегда на укреплении семьи. При одном условии, приемлемой того, чтобы эта традиция была принята всеми членами семьи. Конечно, если супруга ходит в храм и очень любит праздник Пасху, а супруг не ходит в храм, более того, его вся вот эта суета вокруг Пасхи жутко раздражает, то, конечно, тут важна деликатность и понимание того, что не надо ставить ситуацию так, чтобы этот замечательный, светлейший праздник в году стал поводом для разлада в семье. И можно его аккуратно и деликатно отпраздновать. А та семья, которая ждет эту Пасху весь год, и весь год у них лежат заветные коробочки, которые они открывают только раз в году, конечно, они будут праздновать широко. Точно так же и со светскими праздниками. Если в семье бабушки очень важно, чтобы на 8 марта, не на день пожилого человека, а напомнить свой возраст, а именно на 8 марта все пришли и принесли огромное количество цветов, то, конечно, мы нашу бабушку полюбим и обязательно ее одарим. То есть получается, что все-таки внимание к человеку важнее той идеологической подоплеки, которая скрывается за тем или иным праздником. И, соответственно, вот если даже мы не признаем Новый год и хотим праздновать только Рождество, а нас зовут близкие на праздник, наверное, стоит прийти. В конце концов, что-нибудь постное мы найдем, мы на их столе. А вот отметить вместе, никого не расстроить и ни с кем не поссориться, это, наверное, очень важно. Мария, ну вот я бы еще хотела о чем поговорить. Дело в том, что в последнее время наблюдается такая тенденция. Мы почти перестали ходить друг к другу в гости на праздники. Особенно детские дни рождения обычно теперь отмечаются где-нибудь в кафе, в ресторане или в Макдональдс, где вместо того, чтобы родители придумывали забавные игры и конкурсы для детей, этим занимается клоун, нанятый. Ну и, соответственно, все впечатления об этих днях рождениях, они получаются такой единой какой-то массой. Эти дни рождения похожи один на другой, эти праздники не отличаются один от другого. Мы не видим быт других людей, мы не видим фантазию других людей. И получается, что вот то, что нам в детстве доставляло радость, нашим детям уже радость не доставляет. Ну, по крайней мере, не в той мере, в которой радовались мы. Что нам делать в этой ситуации? Возрождает ли нам традицию похода в гости? Ведь это так сложно. Убраться, приготовить, придумать что-то. Встретить гостей, а потом еще их заинтересовать чем-то и аккуратно, нежно, деликатно проводить, чтобы у них осталось приятное ощущение в гостях. Это действительно очень интересная и очень острая проблема, потому что для чего человек приходит в гости? В первую очередь для общения. И когда нет поля информационного для общения, то тогда, конечно, выходит на арену веселый клоун, который искусственно это поле создает и начинает друг с другом людей взаимодействовать. Для взрослых этот клоун называется тамада, для малышей это, может быть, феи. И, в общем-то, фантазия тут не ограничена. Но, опять же, что мы закладываем в этот момент праздника? Я ни в коей мере не хочу осуждать тех родителей, которые принимают решение доставить ребенку удовольствие с Человеком-пауком или какой-то юбилей, когда приглашается профессиональный ведущий. Но тут самое важное, чтобы была идея праздника сохранена. А идея праздника – это общение, взаимодействие и ударивание друг друга вниманием в этот день. Не только именинника, не только молодоженов, не только юбиляра, а именно и всех окружающих в этом гостей. Потому что они полноценные участники этой истории. И если есть желание посмотреть друг другу в глаза, если есть желание на секундочку остановить стремительный бег времени, то, конечно, надо идти не в кафе, а надо идти друг другу в гости. А еще вместе весело готовить этот торт или пиццу, или салаты. И вместе с удовольствием их есть и общаться в это время, выключив телевизор и подарить друг другу немножечко внимания, тепла и любви, чего, в общем-то, мы всем и желаем. Ну что ж, Мария, на этой оптимистичной ноте мы прощаемся. И я надеюсь, что все-таки ни один праздник, даже самый скандальный, не станет поводом для разлада в семьях наших телезрителей. Благодарю вас за участие в нашей передаче. До свидания. До свидания. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова